Цифровая зрелость Алтайского края 62,5%. Это выше среднего показателя по всем регионам страны. Активно продвигает эту сферу вперед краевой конкурс, который определяет лучший проект информатизации на Алтае. Проходит он уже в 17 раз. За это время реализован не один проект, и не только в нашем крае. Один из наших проектов, который стал победителем в своей номинации на краевом уровне, то есть он как раз касался того, что электронная медицина, электронная очередь. Я помню, что представители Торстана, области медицины, воспользовались, узнав про этот проект, то есть они привлекли этот проект и реализовали его на своей территории. Интересная медицинская разработка была в финале и в этот раз. Ее представила студентка классического университета Зоя Горбачева. Ее идея – научить нейросети определять заболевания. Данных для обучения мало. Нужно их получать. Чтобы их получать, нужна программа, которую бы использовали врачи. И им было бы удобно выделять вот эти области интересные, ну сами вот эти шаровидные области. Один из трендов последних лет – это импортозамещение. Правительство Алтайского края развивает регион по всем направлениям, чтобы не зависеть от иностранных разработок. Внес свою лепту и студент Семен Арапов. У меня музыкальный сервис для начинающих музыкантов. Он направлен в свою очередь на импортозамещение, так как из России уходят сейчас зарубежные стриминговые сервисы, такие как Spotify, Deezer. Также он направлен на продвижение алтайских музыкантов. Большинство студентов, вот они варятся в своем соку, в университете где-то еще как-то. И вот мы видим свою цель, как раз давать им первый старт на бизнес-уровень, тем, чтобы уже бизнес-сообщество, сообщество заказчиков оценивали их работы. Они действительно тогда понимали ценность своих работ и могли уже правильно их позиционировать, выходить уже на новый уровень. На конкурсе были не только студенческие наработки, но и внедренные и давно испробованные решения. Еще одна номинация – социально значимые проекты, например, изучение и занесение в базу данных ДНК растений. У нас ученые правильно идентифицируют объект. Есть подтверждение гербарного листа к этому. И к этому же образцу есть сведения по величине дедома. То есть это относительное содержание ДНК, которое определяется в лаборатории. Это все накапливается в базу данных, которая доступна онлайн. В последние годы на конкурс поступает много проектов сайтов. Жюри предполагают, что это связано с повсеместной визуализацией многих процессов. Например, Степан Мишалкин решил помочь школьникам в стремлении знать больше и разработал сайт, где ученики участвуют в конкурсах и викторинах. У нас есть специальная шкала званий. По итогу каждой четверти каждому ученику, который участвует в нашем проекте, присваивается игровое звание. Проект создан для того, чтобы с помощью разработанной мультимедийной технологии повышать учебную мотивацию учеников 5-6 классов при переходе на следующую ступень обучения. Уже около трех лет на конкурс подают примерно по 40 заявок. Особенно популярным он стал после получения краевого статуса. А посвящен он одному из отцов-основателей информатизации на Алтае – Виталию Ивановичу Береговому. Именно с его именем связан приход интернета в Алтайский край. Именно он впервые увидел перспективу данного направления и организовал первую точку доступа для подключения Алтайского края в сеть интернет. Также известны ряд и других проектов. Например, он является пионером в области информационной безопасности и возглавил соответствующую кафедру и подготовку специалистов в этой области. Вместе со статусом пришли и крупные призы. Общий фонд в каждой номинации – 100 тысяч рублей. За последние пять лет количество поступающих на эти направления в ВУЗы увеличилось на 20%. Так что неудивительно, если скоро Алтай войдет в двадцатку регионов по цифровой зрелости. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.